Курмитты, друзья, сегодня мы с вами будем делать видео-туралы. В результате мы с вами получаем кейп-код, суверен тей аутлет, тишерт на келеп, с вами будем делать видео-туралы. И в итоге мы будем с вами делать видео-туралы. Уважаемый студент программы Work and Travel 2017, привет! Сегодня мы начинаем новую рубрику, в которой мы будем знакомить тебя с наиболее популярными работами, которые ждут тебя следующим летом. И сегодня мы хотели бы поделиться с тобой особенностями работы продавца-консультанта на примере типичного американского магазинчика Cape Cod Sweet N.T. T-shirt. Итак, поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Йong Cod Sure Can I help you? Yes, please! What can I do for you? Yeah I'm wondering about this t-shirt, this looks cool, I do like it And would you please tell me how about the quality of the t-shirt? Эта штука очень хорошая, потому что мы только с хорошими производителями работаем. Итак, какой размер? Медийный размер. Медийный. Хорошо, я попробую найти медийный размер. Пойдем, сэр. Филинг роман здесь, вы можете попробовать. Спасибо большое. Да, нет проблем. Извините. Да, сэр. Пожалуйста, помогите мне, я бы хотел взять т-shirt. Да, нет проблем. Вы можете телефон? Конечно. Какая цена? 5.99, пожалуйста. Спасибо, сэр. Спасибо большое. Удачи. 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 Окей, дорогой студент. В этом мини-сюжете мы постарались показать тебе все аспекты работы, чтобы ты имел четкое представление, что ожидает тебя следующим летом. Конечно, мы не являемся профессиональными актерами и, возможно, моментами тебе было смешно, но мы постарались сделать все, что мы могли, все, что было в наших силах. А теперь давай серьезно и по порядку я объясню тебе, какие обязанности ждут тебя на этой работе. Итак, первое. Ты должен поприветствовать клиента. Должен сказать добрый день либо доброе утро в зависимости от времени суток. Поприветствовать его с улыбкой и сказать ему добро пожаловать в наш магазин. Конечно же на английском языке. Поприветствовать клиента. Поприветствовать клиента. Поприветствовать клиента. Поприветствовать клиентам и жить с уверенностью и сказать вам. Ок. Второе правило. Вам необходимо будет складывать вещи. На протяжении всего дня люди заходят, смотрят вещи, оставляют их в неправильных местах. Ваша задача расставлять все вещи по своим местам. То есть по размерам, где-то М, где-то Л, где-то С, а также футболки в одном месте, свитеры в другом и так далее. В мере, это работа с кассой. Конечно же, вам нужно будет принимать деньги в наличном расчете, либо безналичным, т.е. карточкой. Всему этому вас обучит менеджер, и вы будете ответственны за деньги. То есть в конце дня вы будете делать перерасчет, сколько вы продали, и у вас будет специальный репорт, и вы будете видеть, на какую сумму вы продали, и вы должны будете сверить кассу, и, конечно же, эти две суммы должны совпасть. Поэтому это и будет работа с кассой. Продолжение следует... Резтокинг, то есть вам нужно будет пополнять товар. В данном магазине есть склад, который находится сзади этого магазина. То есть вам нужно будет идти на склад, брать чего не хватает в зале, приносить сюда и раскладывать по местам. Это несложно. Я думаю, так работают все магазины по всему миру и не только в Америке. Пункт номер пять. Так называемый customer service. То есть вам нужно будет оказывать сервис клиентам, посетителям. Вы должны будете подходить, спрашивать, как у них дела, спрашивать, какой размер вам необходим, нравится ли вам эта футболка или этот свитер. Возможно, вам показать что-то другое. Может быть, вы хотели бы купить сувенир у нас и так далее. В последнее время, вы должны быть в порядке, чтобы вы не были в порядке. И последнее, это, конечно же, привести магазин в порядок в конце дня. Пропылесосить пол, вытереть пыль и, конечно же, расставить все по своим местам, чтобы на следующий день новые клиенты пришли в подготовленный магазин. Им было приятно покупать у вас вещи. Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому, мои старые студенты, они получают отличие от вас. В этом случае, если вы получаете то, то мы получаем. Окей, дорогой студент. А сейчас мы поговорим о позитивных и негативных сторонах данной работы. Начну я, конечно же, с позитива. Первое и самое важное, что ты приобретёшь на данной работе, это, конечно же, ты улучшишь свой английский язык. Потому что каждый день ты будешь разговаривать с местными людьми, с native English speakers. И ты сможешь поднять свой уровень английского на один или, возможно, даже два левела вверх, выше. Я, салимен студенттер, уездерин естегендей. Был жимуссен уте жақсы жағы, жаман жағын айтып кетек. Жақсы жағына, ол, мысалға, ағылшын. Силдер, көблі студенттерін армана ол ағылшын ерінімс. Испағын ерінімс, ағылшын ерінімс, ағылшын ерінімс. Второй плюс данной работы заключается в том, что, по сути, эта работа является чистой. То есть вы не убираетесь, вы не чистите что-то, вы не моете посуду. Вы просто обслуживаете людей, улыбаетесь им, разговариваете с ними. Можно отнести эту работу даже, возможно, какой-то офисными моментами. Потому что вы работаете и с кассы, и с бумагами, и с людьми. Теперь поговорим о негативных сторонах данной работы. И, конечно же, одно из неприятных моментов – это то, что целый день вы будете стоять на ногах. В течение 8-и, иногда 10-и часов, все время вы будете стоять на ногах. Что, конечно же, не очень легко и, возможно, каким-то образом скажется на вашем здоровье. Поэтому, да, это один из минусов данной работы. Что случилось? Я не могу относиться к негативным сторонам вопроса, но на данной работе, у вас не будет типсов. Типсы это дополнительные деньги, можно сказать, чаевые. На каких-то позициях они есть, на каких-то позициях их нет. Так вот, здесь, к сожалению, у вас не будет экстра денег. То есть вы будете получать свои положенные 10 либо 11 долларов в час. И на этом все. Продолжение следует... Окей, дорогой студент. А теперь специально бонус для тебя от прокачанных парней, которые знают буквально все о данной программе и когда-то работали на таких же позициях, как и ты. Сейчас мы поделимся с тобой типсами, то есть определенными советами, которые помогут тебе незабываемо провести это лето, работая на данной вакансии. Итак, первое, что я хотел бы посоветовать тебе, это... Возможно, звучит смешно, но, пожалуйста, не воруй ничего с данного магазина. На протяжении уже трех лет мы постоянно получаем отзывы от работодателей, что некоторые студенты воруют то вещи, то какие-то сувениры, кружки. Конечно, это незначительные вещи, это никак не скажется на их бизнесе, но это очень плохо скажется на вас, на вашей репутации и на репутации вашего агентства. Поэтому, пожалуйста, не воруйте ничего. В Америке практически везде стоят видеокамеры и сами менеджеры, они тоже постоянно следят за вами. Поэтому, ребята, прошу вас, ничего не воруйте. КОНЕЦ Далее я хотел бы посвятить вам Так как вы будете работать постоянно, стоя на ногах В свой брейк, то есть в свой обеденный перерыв Который будет длиться примерно 30 минут Старайтесь где-то найти место, где вы можете прилечь И поднять ноги вверх Именно в этом положении ваша кровь вернется обратно Вашему телу Я, конечно, не медик, но я думаю, вы поняли, о чем я говорю Чтобы у вас не было проблем со здоровьем Ал екенші, мана уездеримыз айтқандай Сіздер жұмыс қатанын тен келегенгізі кешке дейін Тұрып тұрақсыз Жүресіз Сол уақытта да аяқтарыңыз қатты ауырады Сіздерге 30 минуттан бір саатта брейктері буады Жұмыс уақытында Сол уақытта өзіміздің кішкенеғыны медика тәжірбесінен алған кезде Сол брейкте аяқтарыңыз жылара көтеріп бойыңыз Кінең күшкене бір бейс менюндттай күштеріңіз үзіңіңіз уызыңызғырды Менда бір сіздергеңің қатысызды үшіншілің қатыпаймысіз Бірақ үзіміздін қажетін қатамыз қатысып үшкене қатысып үшкенеғыз қатысып Следующий совет, это, конечно же, быть позитивным всегда и улыбаться. Так как вы будете обслуживать людей, люди хотят, чтобы вы улыбнулись им, они в ответ улыбнутся вам. И вообще в Америке принято всегда улыбаться. То есть вы встретите очень много людей, которые просто без причины будут улыбаться вам, и это считается здесь нормой. Поэтому, пожалуйста, улыбайтесь, не будьте хмурыми, будьте позитивными людьми. И мысли, позитивные мысли материализуются. Я думаю, что-то хорошее получится, сбудется в вашей жизни. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...